Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей. Продолжаем исследовать форстное 006 обновление. Собственно говоря... У-у-у, смотри! Да ладно! Они пытаются друг друга убить! Они друг друга бьют! Чё, серьёзно, что ли? Да ладно! Нихера себе она ему наруливает, смотри! Вообще, чё творится! Они защищают друг друга, смотри, чё творится! Йо-о-о! Вот ради этого только стоило начать серию. Представляешь, я бы начал чуть попозже. Опять-таки лужи, кстати. Вот это классно! Так, собственно, сегодня чё у нас? У нас сегодня по плану ловушки. Ловушки у нас сегодня по плану. Это означает, что нам их надо строить, представляете? Надо строить ловушки. Итак, первым делом для постройки ловушек я предлагаю сходить с вами в деревню к аборигенам, чтобы сюда их самим не тянуть, чтобы не ждать их полчаса. Мы посмотрим, как они сами просто попадутся в эту ловушку. Деревня аборигенов у нас с вами любимая есть. Уже на протяжении многих серий. Она находится вон там, вон, около озерца. Кстати говоря, по поводу входа в пещеру около озерца, я всё думаю-думаю, где же это находится сраный вход. Может быть, он где-то тут. Я там просто сильно в этом не уверен, но да ладно. Может быть, мы как-нибудь его случайненько найдём. А не найдём, но всё равно в любом случае надо будет идти исследовать пещеру, потому что там надо смотреть всякую хрень доработанную по этому делу. Вот здесь вот мы с вами построим сейчас с вами парочку ловушечек и посмотрим. У них, кстати говоря, улучшен внешний вид. Не знаю примерно, как это должно выглядеть, но мы, естественно, посмотрим. Так, бабища, тебе что, мало там нарулишь? Сейчас позову других-то, они тебя тоже нахрельщат, поняла? До свидания. Так, хорошо, давайте посмотрим на все эти ловушки изначально. Вот эта ловушечка, раз. Потом вот эта ловушечка, два. И вот эта ловушечка, три. Подожди, мать, ты рано прибежала, я ещё не приготовил ловушки для тебя, понимаешь? Фуди. Да они тут прям толпой, или они появились только что? Воу, 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 я сейчас не вовремя сюда зашёл, судя по всему. Сейчас будет мясо, сейчас будет пати, сейчас будет вообще жесточайшая боя. Жесточайшая боя. Ты куда там, мать, иди сюда. Давай умри. Ой, она разделась, смотри, она разделась передо мной чуть-чуть. А если бы я был более резким, я бы заметил, что она разделась и не стал бы её убивать. Мы бы с ней нашли, чем заняться, соответственно. Ну да ладно, давайте строить ловушки, посмотрим на их внешний вид. Я напоминаю, что по поводу ловушек у нас с вами, их можно будет перезаряжать. У них улучшен внешний вид. Абориены не навсегда застревают в ловушках. Причём, ещё сам наш главный герой может сам же в свою ловушку попасться. Это, кстати, довольно-таки должно быть весело. Это мы, естественно, с вами попробуем. Но первым делом надо посмотреть, как они выглядят. Иди сюда. Молодец. Так, он лысый абориген, бегает, это плохо. Так, на тебе. Подожди, чувак, я ещё не всё построил. Подожди, подожди, подожди. Так, на тебе. Ещё два брена. А я пока побегаю около него. А он пускай побегает за мной. Так, отлично. Ещё не хватает двух палочек. Палочки где-то тут прям были. Вот они. Ага. А это, кстати, та самая ловушка, в которую, собственно, должен попасть абориген. И, по идее, он как бы не должен там висеть бесконечно. Потому что остальные ловушки они убивают. А вон та, вон с решёточкой, она просто убивает человека. А вот эта вот с какой-то там хернёй, в принципе, тоже с шипами, она тоже должна его убить. Поэтому единственное, что мне приходит на ум, это ловушка с верёвкой. Это именно она должна, точнее, не должна бесконечно держать абориген, а отстань от меня, пацан. Он мне дерево помог срубить, красавчик, уйди. Да уйди ты, я тебе говорю. Я вас сейчас всех тут перехлещу, собаки, поняли, нет? Я вообще неадекватный, ты понял? Нет, чувак. Всё, ушёл от меня. Вот так-то. Так, где мои полени все? В воду шулюкатились. А-а-а, в воду укатились в натуре, смотри. Да что ты будешь делать? Ну, теперь собирай их тут неделю. Не, так просто не оставлю. Мы с вами уже в какой-то серии пробовали брёвну так доставать, таким образом. Ха-ха, работает. Главное, смекалку проявить. В нашем деле без смекалки вообще никуда. Так, это на тебе? Достроилось. Это тебе. Тут надо два камня, 19 палок и 4 бревна. Очень много надо. А, да где остальные-то брёвна? Остальных брёвнов я тут не... Да откуда вы тут берётесь-то? Так, ну давайте пока палочек нарубим себе. Пусть будут. Ну и чувака, соответственно, порубим себе тоже на всякий пожарный. Чтоб он особо тут не сопротивлялся мне. Чувак, умри. Тихо-тихо-тихо-тихо, моя удара. Моя очередь тебя бить. Всё, ушёл. Ай-яй-яй. Спокойно, у меня кончилась энергия. Так, они так и будут тут постоянно появляться, что ли? Я как бы не надеюсь, что эти чуваки начнут бить друг друга, потому что они из одного племени. Да отстань! А, ты его потащил. Подожди, чувак, не потащи его никуда, это мой. Мой боевой трофей, понял? Обоиху работал. Красавчик. Так, ну давайте палочек соберём пока. И продолжим рубить дерево. Что-то по здоровью не очень, кстати говоря. Поэтому сейчас надо принять таблеточку и восстановить себе показатель энергии. А тогда уже можно будет загрузиться, сохраниться и посмотреть на то, как ловушки работают. Кстати, внешний вид. Мы же сейчас с вами одну ловушку построили, а что-то даже не посмотрели, насколько лучше там внешний вид у неё. И есть ли он вообще какие-то улучшения. Ну не знаю, но судить вам, собственно. По-моему, не особо так ничего улучшенного-то я в ней не вижу. Просто она стала как-то поглажа, что ли, что-то типа того. Так, где ещё полина? На. А ещё одно должно было укатиться куда-то. Я его так просто не оставлю. Ты от меня так просто не уйдёшь, сученька. Вот оно, я же говорю, смотри, приныкалась, думал не найду. Конечно. Так, подлечиться надо. Сейчас эти аборигены постоянно здесь будут респаться. Это не есть хорошо. Так, тебе что надо? Тебе надо три бревна и палки. Ну ладно. Так, варан, 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 варан. Энергия пока есть. Палочки, палочки. Палочек и камней не хватает. Постоянно не хватает каких-то палок, каких-то камней. Раньше, по-моему, вообще с этим проблем не было. Раньше было проблем нарубить себе деревьев. А сейчас, смотрите, деревья вырубятся гораздо быстрее, чем собираются все эти палки. Так, этот толстый, больно, палк на удар не слетит. Хотя, если вспомнить прошлую серию, то мы с вами ломали просто стены одним ударом. Почему он не может одним ударом спилить дерево? Не знаю, какой-то слабачок тогда получается. Так, опять аборигены где-то тут рядом. Пора восстанавливать энергию. Где вот он? Падла, не вижу его. Ну да ладно. Так, вон там еще один ходит. Опять палок не хватает. Представляешь, сколько надо палок много для этой сраной ловушки? Ой, я еще и варана убил. Да, куча. Ну да ладно, будет что пожрать. Собирай много палок. Нам нужно больше, больше палок нам нужно. О, нормалек. Вот сейчас должно хватить. Тем более, они уже даже в инвентарь у меня не влазят. Отлично. Здесь что? Так, остались. Дело только за бревнами. Давайте быстренько срубим. Два полена нам надо огромных. Тут, кстати, бегают аборигены, да? Вы слышите? Как бы они там без меня сейчас в ловушки не попали. А, вон она бежит одна. Ну пусть она встанет за деревом. Я ей заодно пропишу по щам-то. Топором-то своим. Я буду бегать, она меня не достанет. О, она сожрала чувака только что. Ты видал? Кровище сколько было. Она реально чувака сейчас захавала. Вот падаль какая. Смотрите, каннибализм работает. Мы в этой серии увидели и драку между аборигенами и каннибализмом их в действии. Мы все с вами в этой серии увидели. Мы красавцы просто. Эта серия весьма удачная. Ну-ка давай, построй. Ага, ну давай, мать, беги. Посмотрим, как ты попадешься в эту ловушку. Если, конечно, она не попадется в ту ловушку, которую я запланировал, я просто попадусь в нее сам. Она залипла. Она бегает по кругу. Ее надо как-то отлепить оттуда. Так, веревочки на всякий пожарный. Пригодятся, наверное. А то я в прошлый раз за ними в пещеру бегал. Забыл, что они тут-то есть у нас. Ну ты че там, эй, товарищ? Так, че нам надо из них посмотреть? То, что мы можем ломать стены и то, что мы можем убирать недостроенные постройки, это мы с вами посмотрели в прошлых сериях. Хотя это у меня было запланировано на эту серию, но да ладно. Давай, мать, нападай на ловушку. Мне надо посмотреть, как они перезаряжаются и... Как ты долго будешь в ней висеть. Иди сюда. Вот, пойдем. Смотри, у тебя ловушка приготовлена для тебя. Во-во-во, давай, беги. Да куда ж ты? Вот сюда беги. Она застряла в пеньке. Они дорабатывали эту хрень в прошлой версии. Но она застряла в пеньке. Красава просто. Иди сюда, я тебе говорю. Ну ага. Чуть-чуть обойди справа. Влево возьми с твоей стороны. Да-да-да, назад и чуть-чуть влево. И потом можешь бежать. Дура. Дура, реально. Я ей объясняю, куда надо идти, а ей насрать вообще. Она не идет ко мне. Ну и что? Откуда тут столько мух? Вы слышите звук мух? Вот так всегда. Вот это реально делается назло, на самом деле. Когда мы строили ловушки аборигенов, было как... Говнище просто кругом. А сейчас аборигенов нет. О! Хорош, поймалось. Прям... Умничка просто моя. Прям выручила, попалась именно туда, куда надо было. Красавица. Давай. Посмотрим, сколько она будет висеть. Я не буду ее убивать. У нее жопа грязная. Посмотрим, посмотрим. Она же должна, в принципе, жить. Может быть, она как-то эволюционирует и догадается, как из этой ловушки можно выбраться. Я пока этого, если честно, не особо представляю и не особо я в это верю. Но она пытается руками хвататься за нижние палки, чтобы чуть-чуть себя приподнять, так сказать, на вытянутых руках. Приподняться, чтобы ноги немножечко освободились. Она их, собственно, оттуда вытащит и побежит дальше. Правильно я понял, нет? Ну, давай как бы. Кстати, анимация попадания в ловушку отлично сделана, вы заметили? Возможно, имеется в виду именно это. Я потом просто сам пересмотрю. Да и вы можете, в принципе, перемотать. Она просто классная. Она бежала, бежала, бежала. Попалась, короче, ногами в эту петлю. Ее просто нахер затянуло назад и подняло. Я не уверен, что это было реализовано в каких-то прошлых версиях. Возможно, я просто не особо замечал, как это работает. Но в этой версии это просто сделано умопомрачуительно, прямо я бы сказал. Просто, блядь, вообще. Ну ты что, долго висеть-то будешь, нет? Слазь давай. О, она пытается меня бить. Ну, она жила, смотри-ка. Мать. А ты можешь меня ударить? А, не, она не может меня ударить. Зачем вас всех кровью-то замазали? Я не понял, кто вообще придумал? Кто приявил? Это странно, что в этом, как игра выйдет в феврале 2015 года. Называется Dane Light, по-моему, она. Так вот, они там, короче, вырезают жестокие сцены из игры. Убирают, чтобы, короче, выпустить. И ее допустили для выпуска в Германии, вы представляете? То есть, все то, чем она так манила, все то, чем она так привлекала, они просто, короче, возьмут и вырезают, чтобы в нее смогли играть немцы. Это просто обосраться, реально. Из одной страны портить игру. Ну, сделайте, я не знаю, специальный, там, Deutsch Edition какой-нибудь сраный, где, там, из всех кровавых сцен только мальчик, там, заусенец отковыривал и чуть себе проковырял палец чутка, и к кровушке, там, пару миллиметров вылезло. А все остальное оставьте, народ, хочется поиграть. В чем тут вообще немцы? Почему из-за одних немцев надо портить хорошую игру? Ну, ты слазишь оттуда или нет? Ты задрала меня уже. Где остальные аборигены? Самому, что ли, в ловушку попасться? Ха-ха, быстренько. Ну, я что-то опасаюсь, вдруг я умру. Ну, можно, в принципе, построить тогда сейчас себе эту сохраняшку и попробовать самому в свою ловушку залезть. Давайте попробуем именно так и сделать. А что тебе надо-то? А, как много тебе все надо. Так, ты пока, мать, виси, без меня никуда не уходи, поняла? Какое тут срубить побольше дерева-то? Тихо-тихо-тихо, аборигены слышу. Вон он, вон он, вон, чувак, чувак, чувак. Они опять дерутся с кем-то. Опять разборки. А он ее уже завалил. Красавчик вообще. Чувак. Чувак, пошли за мной. Да она мертва уже, ты дебил, что ли? Съешь ее. Чувак, ну съешь ее. Ой. Съешь ее, чувак. Съешь ее. Да насрать ему, короче, ладно. Забагованный чувак. Так, а это там висит у меня? Сидит до сих пор. Ну, не знаю, зачем она там до сих пор висит, если честно. Ну, да ладно. Сейчас мы сохранимся и на свою ловушку нарвемся. Возможно, она меня даже убьет. Я, конечно, не очень сильно в это верю. Но, по идее, такая ловушка, на которую я хочу налезть, я... Хочу налезть на ловушку, естественно, с решеткой. Она должна меня просто замерзну, короче, положить. Я надеюсь, что так оно и будет. Потому что, если так оно не будет, это будет неправдоподобно. Так, главное, чтобы они не улетели сейчас куда-нибудь. А-а-а! Спокойно. Так, успел. Так, ты никуда не катишься сейчас. Я сказал, ты никуда не катишься. Все, отлично. Кто застрял, это никуда не катишься. Я успею вернуться за ним. Отличненько. Где-где-где-где? Стопы, я сказал! Так, а где пятый это? Пятый улетел. Ну да хер с ним. В принципе, все равно на эту комнатушку надо восемь бревен. Это значит, как минимум два дерева. Давайте срубим какой-нибудь, который никуда не укатится. Ну так вот, что еще из этого? По поводу разрушения стен мы с вами видели, да? В прошлой серии. По поводу удаления недостроенных построек мы с вами видели тоже, по-моему, в прошлой серии. Осталось посмотреть то, как на нас будут работать сами эти ловушки и дождаться, пока эта тварь оттуда выползет. А она оттуда не выползает до сих пор. Не знаю почему. Может быть, надо дождаться, чтобы ей кто-то помог. Может быть, из этого племени какой-то чувак придет и ей поможет. Я, конечно, не сильно в это верю, но... Я не верил и в то, что они будут друг друга бить. Но насколько мы с вами успели увидеть, они друг друга хлещут прям за здрасти. Они просто радуют друг другу. Лички, так сказать, облышки свои повскрывать. Я даже не знаю. Так, что тебе еще не хватает? Тебе не хватает палок и не хватает камней. Эти, как всегда, что-то не хватает. Ты меня уже просто реально выбешиваешь. Дайте мне шоколадку, я жрать хочу. Есть тут шоколадки? Нет, тут только винишка и тряпки. Замечательно. А тут что? А тут винишка и сраные мячики. Замечательно. Кролик, 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 кролик. Так, тихо. Лук, 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 лук. Быстрей. Стой, кролик. Да стой ты, падла. Ладно, варан. Хорош. Ага, варан завалил. Красавчик. Я завалил варана с лука. Я просто вообще великий Робин Гуд. Ну хорошо, давайте продолжим. Нам нужна шоколадка. А вот и она. Вовремя. Очень вовремя. Так, ты так и висишь, да? А ты жива вообще? Она умерла. Она развалилась. Так, а как перезаряжать ловушку? Е. Хорош. Ты посмотри, что творится. Она реально перезаряжается. Вот это классно. Так, что нам не хватает-то? Нам не хватает палок и камней. Собираем палки и камни. Палки и камни, палки и камни. Палки. Палки и камни. А где здесь камни? Я вот ни одного камня не вижу, если честно. Палок здесь полно. Сейчас мы, по крайней мере, сделаем так, чтобы их здесь было полно. А вот камней здесь нет. Ни одного булыжничка. Сверкают только бревна. Зачем мне эти бревна? Мне бревна уже все давно построены. Мне нужны палочки и камни. Палочки и камни. Так, а сколько там палок надо было? 11. А у меня сейчас сколько? У меня уже перебор. Ну хорошо. А, вот оно. Почему здесь камней-то нет? Что за херня-то? Что-то, по-моему, камней в этой версии стало гораздо меньше, чем было раньше. А, вот еще. Сколько? Два камешка, да, по-моему, там надо было? Или пять? О, один хороший. Где еще? Не, ну это нереально. Почему здесь стало так мало камней? Я просто, может, не вижу ни хера. Что тоже, в принципе, вполне не исключено. Это серьезно. Я могу вообще много чего пропускать. Могу много чего не замечать. Такой уж я внимательный. Может быть, у них просто какая-то подсветка стала немного ближе к камням. Но надо подойти, чтобы он стал активным. Как всегда. Как всегда не хватило совсем чуть-чуть. Но мы это исправим. Камешек. А, камешек. Камешек. Ну, камешек. Ну, ты где? Камешек, ну, появись ты, подскуда. Ну, вы угораете, что ли? Где все камни-то? Ёптыш, налево. Ну, это серьезно. Да где камни-то все? Ребят, вы что, смеетесь сейчас надо мной? Нет? Нету камней вообще здесь. Нету. Реально нет камней. Я в панике. Я в панике. Вот! Привет. Наконец-то. А это какие ягоды? Синие? О! Вовремя. Немножко желудочек свой поднабили пузяку-то. Отлично. Так, ну давайте, я сохраняюсь. Хотя, в принципе, зачем я сохранялся? Я бы мог так просто помереть, да и все. Давайте попробуем. Посмотрим, сколько у нас здоровья. Здоровье у нас полное. Пойдемте на свою ловушку найдем. Пройти надо вот здесь. Правильно я понимаю? Замечательно. А как она должна сработать-то? Отлично просто. Моя ловушка просто сказочная. Посмотри. Игрок, да. Игрок может свои ловушки, собственно, сам собою сломать. Но я упираюсь в нее, она не работает. Ну ладно. Давайте попробуем на эту. А где надо на эту сходить? Вот здесь вот снизу пройти. Замечательно. Красота. Просто огненная хрень. Серьезно, позовите. Она работает на мне, да. А это, допустим. Зачем? Смысл? Скажите мне, пожалуйста. Я прохожу. Меня никто ничего не тянет. Никто никуда не утягивает. Та-да-дам! Ёпта! Вот. Работают ловушки. Только они бесполезны. Зачем я тогда строил эту сраную избушку, чтобы сохранить... Ну, чтобы сохраниться. Ладно. Ну так что? Внешний вид ловушек. Ну давайте в них присмотримся. Давайте посмотрим на то, как они выглядят. Выглядят они вот так. Что здесь было улучшено? Я немного не понимаю. Внешний вид. В чем их внешний вид улучшился? Может быть, шипы какие-то измененные? Или камни какие-то более прорисованные? Либо что? Но что-то в них действительно изменилось. Как заявляют разработчики. Но я никаких изменений в этом серьезно не вижу. Я... Вообще ничего не вижу. Они на мне не срабатывают. Точнее, срабатывают. Они не наносят мне абсолютно никакого урона. Но зато, я напоминаю, в этой игре есть тени. Зачем? Зачем нам странные ловушки, когда в этой игре есть тени? Зачем они? Они нам не нужны. Пусть игрок спокойно ходит между своих ловушек и не получает абсолютно никакого урона. Зато! Зато у нас есть просто огненные тени, если уж на то пошло. Такие дела. Ну что же, ребятушки. Я предлагаю тогда что нам сделать? Предлагаю сделать нам что-нибудь. А потом, короче, раз и закончить на этом серию. А что, в принципе, мы можем еще с вами сделать сегодня? Мы можем попробовать поискать пещеру по острову. Я напоминаю, что добавлены были две пещеры новых, которые в районе озера с... Я сейчас дословно дочитаю. Добавлены две новые пещеры неподалеку от озера. Хорошо. В первом варианте, когда я зачитывал обновление из гугл-переводчика, там было уточнение про озеро с утками. Но озеро с утками мы с вами находили. Оно было вот здесь. Но оно было пустым. Возможно, надо дождаться какого-то дождя, там, прилива, Венеры в Марсе. Тогда, короче, озеро наполнится водой и откроется тайный секретный проход в пещеру. Ты чувствуешь, как это страшно? Я вообще обсираюсь. Но других вариантов нахождения этого озера и открытия новой пещеры я серьезно сейчас не вижу вообще никакого. Вот оно, это озеро. Оно здесь было. Мы все прекрасно знаем. Это было оно. Здесь было... Нет, не оно. И что я врут? Вон там, за горизонтом. Здесь была лодка. Здесь была вода. Опа. Вот, кстати, как раз-таки вот эту микросхему мы с вами постоянно находили. Мы здесь пробегали. И вот, пожалуйста... Кстати, подождите. Нет, серьезно. Может, я мудак? Да, кстати, я, скорее всего, мудак. Да, я мудак. Возможно, это так. Я вспомнил, вспомнил, вспомнил немножечко, что в прошлом обновлении озера мы с вами находили здесь. Я сейчас пройду там, где мы его находили. Сейчас реально добежим до того места, и мы там его найдем. Я прям уверен. Если мы там найдем пещеру, то это будет просто сказка, серьезно. Пойдем исследовать новые пещеры. И озеро это я находил. Если мы сейчас прогуляемся по берегу вперед, в сторону якоря, в сторону желтых контейнеров, и там как раз-таки напротив этих желтых контейнеров свернем в лес, там мы, собственно, и должны найти эти новые пещеры и это сраное озеро. Поэтому погнали. Не будем долго терять времени. Погнали прямо туда. Возможно, я что-то путаю, и вы кричите на меня постоянно в комментариях, что она находилась совершенно не там, эта озерца. Но да ладно. Сейчас узнаем. Мне почему-то кажется, что она находится именно там. Сейчас я все сделаю. Здраво. Кстати, заметьте, серьезно, заметьте одну хрень. То, что было раньше, вот здесь вот на этом месте, потому что я в самый первый раз упал именно тут, на самолете. И обстановка была в Форесте совершенно другая. И он был пустой. Он реально был пустой. Нет, дай фонарь. Он был пустой. Прям такой пустой, что прям пустой. Не, возьми зажигалку. Не нужен мне пока фонарь. Возьми зажигалку. Я с фонарем буду лазить по пещерам, чтобы не тратить его сейчас. Я буду с ним лазить по пещерам. Вот, он реально, он стал, Форест стал немного объемнее, немного богаче. В смысле, в нем стало больше растительности, больше деревьев, больше всего. Потому что раньше там было реально практически пустошь. Вы можете просто сравнить. Реально сейчас открыть первую серию Фореста. Самолет у меня падал именно здесь же, в этом же месте. И там реально была пустота. Там не было столько всего, сколько есть сейчас. То есть, хоть какая-то польза от разработчиков, но в этом деле есть. Так, ну подождите, давайте я приготовлю, наверное, себе еды сейчас быстренько. Ховну, потому что с маленьким желудком очень быстро тратится энергия. Давай, поджигай. Давайте я приготовлю рыбку оставшуюся. Пусть горит. Посидим у костра, тем более ночью. Выкинь ты этот сраный камень! Подбей там, я не знаю, Юпитер или что-нибудь типа того. Да, и, кстати, надо будет в следующей серии сгонять на яхту. Насколько я помню, яхта у нас находится там же дальше, да, рядом с фургоном. Мы, естественно, туда сгоняем, перед пещерами. Возьмем там плеер себе, возьмем ракетницу, если она там есть. Но она, по-моему, там пропадала. И, собственно, отлично. Замечательно. Так, теперь бы сохраниться сам прям не мешало нам. А лучше еще и поспать. Чтобы ночь кончилась. Я так понимаю, аборигенов никого здесь нет. Давайте поспим, чтобы ночь у нас быстрее прошла. О, красиво, хорошо, замечательно. Ну, пойдемте. Пойдемте найдем, собственно, это сраное озеро. Я должен его найти. Я просто обязан его найти. Я просто прям гарантирую вам, что я должен его найти. Да, у меня прям сейчас проскакивает реально в голове, что оно находится именно там. Возможно, раньше оно находилось здесь, где я постоянно пытался его найти. Сейчас, возможно, что-то изменилось. Это, конечно, далеко не факт, но с этим нельзя считаться, серьезно. Нельзя с этим не считаться, вот. Надо все проверить. В эту пещеру я идти не хочу. Эта пещера изучена у нас вдоль и поперек. Облазены все, обхожены. А вот в новой пещере мы с вами ни разу не были. Тем более, что, судя по заявлению, добавлено две новых пещеры. Даже две, две, две. Пизд, братцы. Ага, не одна, а две. Это же просто, как много, две. Представляешь, это один, а это две. Сразу в два раза больше просто. Не на 50%, а на 200%, наверное, правильно я считаю? Вы знаете прекрасно, что я плохо считаю, поэтому не обращайте внимания, если я ошибся. Так, сейчас. Солнце, взойди, пожалуйста, побольше. Мне нужно больше света. День города в Форесте, собственно, салют из коробок. Почему нет? Так, вон яхта, вот здесь где-то должна быть эта срана от сердца. Потому что я постоянно где-то вот тут спускался. Потом шел по берегу сюда. И спускался и шел дальше туда, к нашему знакомому берегу, самому первому. Мы услышим музыку, если подойдем близко к озеру. Да давай, не задыхайся, чувак. Мы должны его найти. Должны, должны, должны. А ну! Нет. А где оно? Где это сраное озеро, ну проклятущее? Где оно? Тут что и где? Кто у меня его украл? Скажите по... Вот! Вот! Да! 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 Ха-ха-ха! Нашлось, паскуда! Нашлось! Нашлось, сука! А где вход в пещеру? Да-да, пока-пока-пока! Я тоже очень рад тебя видеть. Ну давайте посмотрим на пещеру, которая где-то должна здесь рядом быть. Только я почему-то ее не вижу. Вы видите, ребятки? Я не вижу. Может быть, где-то вот тут? Да нет, это просто скалистая местность. Может быть, где-то вокруг нее? Может быть, рядом с ней? Может быть, в ней? Прямо вот здесь вот? Ну-ка. Нет! У-у-у! Тихо! Блок зажал, успел. Не знаю, работает, не работает. Но я успел его зажать. Так, ну где же вход-то? Это просто каменюки. Ничего полезного здесь нет. Здесь тоже ничего относительно пещер. Я не вижу. Странно, солнце проходит сквозь камни. Если честно, очень странно. Вот здесь вот где-то? Здесь тоже нет. А где тогда? Серьезно, где мои пещеры? Вы издеваетесь надавно, товарищи разработчики? Вы должны предоставить мне две новых пещеры. Вы писали об этом. Там в обновлении прям практически было написано. Купленов! Для тебя мы сделали две новых пещеры. И где они? Где, сука, мои пещеры? Я спрашиваю. Пещеры где мои? Алло! Пещер дайте мне! Да я что, угораю что-нибудь за мной? Я не вижу пещер. Вообще ни одной пещеры не вижу. Представляешь, не вижу ни одной пещеры. Вот этот поворот. И как? И как жить-то дальше? Где этот сраный вход-то? Где эта дырочка-то? Разлом-то этот скале? Где? Даже не знаю. Вообще не вижу ни одной пещеры. Серьезно. Ни одной новой пещеры я не вижу. Ни здесь, ни поблизости. Здесь поблизости даже в принципе пещеры нет. Здесь кругом пусто. Здесь равнина. Какая нахер пещера? О чем вы говорите? Сраные птички еще смеются надо мной. По-любому угорают сейчас. А-а-а! Мудак пещеру не может найти. А мы знаем, где она. И молчат собаки. Представляешь, молчат. Не говорят ничего. Ай-яй-яй. Может быть вот тут? Рядом озеро. Палатки все дела. Да кого вот представляешь рядом с палатками это озеро? Как я мог вообще не заметить его? Сто раз здесь проходил и ни разу не увидел. А, вот же ж! Вот, отлично! Вот одна пещера! Отлично! А где вторая? Хорош! Мы нашли с вами одну пещеру. Вторая где? Вторая должна быть тоже где-то тут. Так, это надо запомнить. Рядом с рыжими палатками у нас одна пещера новенькая появилась. Хорошо, где вторая? Давайте посмотрим вторую где-нибудь. Я так понимаю, надо где-то в радиусе от этого озера искать вторую пещеру. Потому что написано, что рядом с озером. Ну, это же я, наверное, далеко отошел, да? Пойдемте в другую сторону немножко прогуляемся. Возможно, где-то там. Сейчас найдем такую холмистую местность и посмотрим пещеру в ней. А потом, собственно, и пойдем их обследовать в следующей серии. Я бы, конечно, мог поискать пещеру без вас, но кому-то, в принципе, уже можно отключаться. Кому не хочется смотреть, как я брожу по лесу и пытаюсь найти пещеру. А кому хочется, тот может еще посидеть и поискать вместе со мной. Так, в принципе, будет хорошо и тем, и этим, и всем подряд. Вот тут, наверное, где-то, да? Тут тоже, в принципе, скалистая местность. Должен где-то быть вход в пещеру, по-любому. Коробки полетели. Вот, наверное, прям вижу гузло какое-то. Нет, не оно. Ну, окей. Ладно, что ж теперь? Нету второй пещеры, я не знаю, где она. Как бы первую это не потерять. Хотя, нет, первую я не потеряю, я запомнил, она находится рядом с желтыми палатками. Ну, вот как-то так, ребятушки. То есть, пещеру мы с вами нашли, озеро мы с вами наконец-таки обнаружили. Вторую пещеру пока не знаю, где искать. Возможно, когда-нибудь по ней найдем. Я потерялся, все. Печаль. Ладно, ребятушки, ссылка на плейс в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на новую страницу ВКонтакте. Комментируйте, ставьте лайки. И в следующей серии мы пойдем с вами смотреть баланс оружия. Попробуем разными топорами разных чуваков поубивать. Посмотрим на искусственный интеллект пещерных монстров. Посмотрим на освещение. И посмотрим на новую пещеру. Все, всем пока. Раньше здесь был мат. Субтитры сделал DimaTorzok.